Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сразу замечу, перечень ингредиентов и основные этапы готовки, как всегда, в самом конце ролика прочитаете. Сегодня я хочу приготовить простецкое, но безумно вкусное в своей простоте блюдо. Встречайте, хашлама! Рецепты подобного типа присутствуют у очень многих народов. По сути, это просто вареное в небольшом количестве жидкости мясо. Но благодаря кислоте и сладости одновременно, которые привносят в это блюдо помидоры и просто огромному количеству вот этой вот пряной зелени, на выходе получается что-то совершенно невыобразимое. Безумно, просто фантастически вкусное. В Армении его чаще готовят из телятины, либо из молодой баранины. Я выбрал в магазине шею молодого барашка, и не одну, и парочку голяшек прихватил, потому что вкусное мясо растет на костях. Приступим. Понадобится достаточно много лука, ведь какую здоровенную луковицу выбрал. Чеснок, несколько зубков. Хорошие, вкусные помидоры. У меня сразу два сорта. Они немного разные по вкусу и очень много пряной зелени. Здесь у меня петрушка, немного укропа, зеленый лук, мятый чуть-чуть замечательный, кинзы кучка, зеленый чеснок стеблевой. Зелени не жалейте. Все, можно собирать. Если мяса для вашей посудины очень много, закладывайте несколько слоев по очереди. То есть сначала мясо, потом овощи, потом опять мясо, потом опять овощи. Я постараюсь уместить в один слой мясо. Да, конечно же, не забываем про соль и про черный перец. И парочку красного острова сюда же. Это был базовый набор продуктов. С ним уже все получится просто фантастически. Но, если вы добавите еще кое-чего, это будет просто фигеть вкуса. Я положу баклажан и болгарский перец. Еще один секрет. Если у вас есть такое твердое кисло-сладкое яблоко, кладите. Да, его очень редко кладут в хашламу, но один мой хороший знакомый, родом из Еревана, меня угощал такой хашламой. Мне очень понравилось. Так, опять слой зелени. И еще немного соли для того, чтобы овощи побыстрее дали сок. И последний ингредиент – пиво. Сейчас тут удивиться, мол, какое такое пиво, если Армения? Почему не вино? Однако про вино из ячменя писал древнегреческий историк Синофонт. Александр Македонскому и его свете на пути из Индии очень сильно понравилось это ячменное армянское вино. Он, так сказать, был самым первым из известных личностей, кто распробовал армянское пиво. Сборка завершена. Теперь варим под крышкой. Сначала на сильном огне довожу до кипения, затем убавляю огонь и варю на слабом огне. Баранина у меня молодая, ей хватит минут 50. При слабом кипении такое легкое томление получится. Все эти овощи и мясо дадут много сока. Вы на время готовки ориентируйтесь примерно, потому что в зависимости от того, какое у вас мясо, времени может понадобиться и меньше, как оно сварится, и больше. Какой аромат, а! Песня! Так, начну я, конечно, с кусочка баранинки. Так, вот я от рульки кусман такой отделю. На мой взгляд, очень важно не переваривать мясо. То есть, оно не должно довариться до такого состояния, чтобы сваливалось с костей. Потому что это молодое мясо. Молодое мясо в переваренном состоянии превращается в такие ниточки. Это ни о чем. Вот если это старый барашек или не телятина, а говядина такая, то да, ее можно варить долго, конечно. Она будет лучше. А молодому мясу много не надо. Лучше пожевать посильнее, но сочнее будет. Слушайте, ну... Баранина настолько классно пропитывается ароматами этих овощей, пряных трав. Просто какое-то чудо. Так, овощи, они еще сильнее пропитались. Бакаложанчик, кусок, и кусок помидорки. Вот это вот чудо. Божественно! Обожаю пряные травы. Просто какой-то пряник, ну... пряник. Просто какой-то праздник для желудка. Обалденно. Просто обалденно. И бульон, конечно. Бульон. Здесь не только пиво. И не переживайте вы там за алкоголь. Он весь выпаривается моментально, просто во время кипения. Здесь, ну, наверное, две трети этого бульона. Это сок мяса и овощной сок. И мясо, и лук, и остальные овощи дают очень много сока. О! Что? Еще? Дайте мне бульона, больше ничего не давайте. Просто класс. Просто класс. Короче, готовьте такую штуку. Готовьте к шламу. Набирайте свой вариант овощей. Ну, яблоко положите. Кисло-сладкое яблоко придает дополнительной сладости, дополнительной яркости этому бульону. Получается вот так. Короче, готовьте, наслаждайтесь. Огромное спасибо за компанию, за ваши лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока.